Всем симметричное здорово! Вам лучше вещает Рестам и этим видео будет начата серия обзоров на игры и модификации, которые в силу определенных причин были не оценены публикой по достоинству и должны были бы уйти в забвение, если бы кто-то вроде меня на них не роткнулся. В этих обзорах вам будет всесторонне поведано о том, кто создал данное творение, чем на хорошо или плохо, и какую задумку хотел реализовать разработчик. К слову, среди данных видео вы не увидите стандартного для нынешних времен летсплея подобных обзоров, когда ютубер запустил игру якобы впервые, рассказ об игре без всякого монтажа и подготовленного текста по получасу и более. Но все это дела в будущее, закончим чесать языком и переходим к настоящему. Как вы догадались из названия, сегодня будем бухтеть про довольно занятные изделия игропрома под названием Warp Tower. Вывалилось все творения на полке Steam, App Store и Google Play 5 мая 2014 года. Разработчиком же является компания под названием EOS of LTD. Данная контора, по факту состоящая из двух энтузиастов, успела прославиться на рынке мобильных приложений с помощью своих продуктов, таких как Battle Horn и Palm Kingdoms. Последняя, кстати, выходит с 2006 года и ныне клепается аж на третья часть. Сама же игра является эдакими Heroes of Might and Magic 2, только довольно заметно переработанными в разных мелких аспектах. Кому интересен данный проект, смогут сами заценить, что он сам из себя представляет, даром он есть почти под любую платформу. Что же касается Dwarf Tower, как утверждают сами разработчики, игру ли представляют собой смерть морского боя и Worms, а менеджмент комнат чем-то напоминает Faster Than Light. В принципе, схожие черты со всем выше перечисленным игры имеются. От морского боя игре досталась пошаговость и покличный обстрел сегмента в Граевской башне, при котором порой вообще неизвестно, в какую именно комнату полетит часть спеллов, ввиду того, что содержимое этих самых комнат видно чуть менее, чем никак. От Worms неплохой арсенал вооружения и вообще все, что связано с этапом в антаке, от FTL, весь менеджмент башни, а именно этапы постройки, размещение элементов в зависимости от этажа, остановка защиты и проектирование общего вида башни. Вообще, если говорить о задачах, которые ставят перед игроком, то их всего две. Первая – это резкая и настойчивая переработка вражеского архимага и его башни на метан. Вторая – прожить достаточно долго, чтобы выполнить задачу первую. Осуществление первой сопутствует скорейшее вычисление расположения вражеских покоев архимага, ибо выпиливание одной комнаты ведет к неминуемому фейлу. Отсюда, как следствие, идет установка для задачи номер два, а именно грамотное структурирование вашей башни причем как надземной, так и подземной ее части. Прежде же, чем пытаться проектировать объектив зла собственноручно, категорически рекомендовано зайти в режим обучения, который построен так, что даже лишний хромосомный неофит смог понять основные принципы. Первое, что должен будет уяснить для Сиану Блойд – это то, что, как во всякой стратегии, в этой игре есть ресурсы, в данном же случае это будут мана и гномы. Первое генерирует кристаллы, при этом чем выше или ниже установлен кристалл, тем больше он этой самой маны генерирует. Гномы уже клепают жилища, и, как можно было догадаться, чем на большее от дно вы загоните жилища, тем больше гномов в свое распоряжение вы получите. Оба ресурса отвечают за свой набор средств нападения и защиты. Как пример, гномы отвечают за возможность использования динамита, средства пожаротушения, за бригады ремонтников и насосников. Манаджи отвечают за все атакующие спылы, а именно Молния, флэрболы, тарануничтожающие двери, а также средства разведки, подсвечивающие одну из комнат. При этом на количество хранимых спылов влияет количество библиотек и их уровень. И чем выше расположена библиотека, тем ее уровень выше, а значит и больше спылов в нее можно засунуть. Также в игре присутствуют такие кошерные вещи, как отражатели, которые, как ни странно, отражают все полетевшие в них заклинания. И блоки Левитроны, которые позволяют вашу башню парить даже по уничтоженному у нее основании. Плюс тут есть заборы, которые берут на себя дэмэдж, наносимый со стороны подземной части. Своеобразной же тренировкой служит режим одиночной игры, который позволяет невозбранно навалять искусственному идиоту, ибо последний не отличается умом и сообразительностью. В принципе, это и стало причиной большого количества негативных отзывов в Steam и на Google Play. Проиграть искусственному придурку можно только упившись до зеленых соплей, и то победа искусственному интеллекту при этом не обеспечена. Но так как народ, по большей части, покупает игры только себе любимым, не озабачиваясь о напарнике, то результат немного предсказуем. Основной же мякоткой является режим мультиплеера. К сожалению, опробовать все его прелести смогут лишь те, кто нашел в себе напарники такого же идиота, желательно играющего по голосовой связи. Ибо инвестиция противника в онлайне почти нереальна. Только в режиме мультиплеера два величайших ума смогут столкнуться своими толстыми лбами за право назвать свою поехалшую конструкцию наиболее эффективной. Именно здесь можно прочувствовать всю лютую, бешеную глубину и абсурдность происходящего. Ему только тут до вас дойдет, что местный рандом подвластен самому скандинавскому богу Локи, и только ему. Рандом в двор Тауэр – это когда вас может гореть замок с четырех сторон. Но рандом решил, что вам определенно нужны еще четыре насосные бригады, присутствующие подземные части, которые можно затопить. Рандом в двор Тауэр – это когда вам удается выиграть первым же раундом дважды. Рандом в двор Тауэр – это когда вы полностью загнали врага под землю, и вам выдают четыре обвала, которые вманшотят любую подземную комнату. Рандом в двор Тауэр – это когда вам подожгли единственную комнату с огнетушителем. Рандом в двор Тауэр – это когда вы запустили четыре молни, бьющие в самую высокую точку башни, а врага в той точке стоял отражательный. Рандом в двор Тауэр – это когда вся ваша башня находится под землей, и в ней 20 комнат. Но прав дивник одним единственным обвалом попадает вам ровненько в комнату двор Тимага. И таких ситуаций множество. Поначалу такие вовсе лулзы ловятся одними сторонами почти каждый матч. Серьезно, раздатчик карп подвешен на полный рандом. И что вам дропнется в следующем раунде предугадать не представляется возможным. Да, некоторые законы тут присутствуют, как пример, в начале раунда у вас всегда будут блоки. Но суть в том, что рандом может вам подсунуть одни горизонтальные блоки, с которыми у вас получится чуть ни разу не башня. Ситуация справляется возможностью самому настроить колоду, настроив шанс выпадания, раунд управления этой карты в колоде и ее цену. Например, таким образом можно подправить слегка и баланс над обвалом. И по этим же причинам предугадать продолжительность партии порой не представляется возможным, ибо она может продлиться и 10 минут, и 20, и даже час. Ну и само собой слиться на раунде втором тоже не скажет, что было бы большая задача. И что же мы получаем на выходе? Мы получаем минималистичную игру, которая воплощает в себя почти концептуально новую смесь разных жанров и идей. Смешиваясь в причудливый коктейль из разных объектов творческой деятельности, нашему взору предоставляется поистине уникальный игровой продукт, который, несмотря на до сих пор не попившенный принц, мать его 2014 года баги и местами хреновый интерфейс, сможет доставлять не один вечер к ряду. Не то чтобы постройка собственного замка или башни, и нападения на чужоль были бы чем-то новым, Castle Storm хороший пример игры подобного рода. Но игр подобных в War Tower крайне мало. Кроме того, возведение башни – это и есть та штука, которая делает игру уникальной, ибо далеко не везде того позволено поделить на ноль неудачника, который поехал настолько, что решил построить собственную башню Сарумана, не озаботившись возведением защиты. Ну, на этом все. Ссылку на игру я оставлю в описании, как и, собственно говоря, на сайт разработчиков. Список использованной музыки будет в конце видео. На этом все. Всем всего.